Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Иова. Читаем для библейского портала экзегет. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Ну вот, 19 глава — это для Иова такая последняя, пожалуй, в этой книге попытка «Возвать к жалости друзей». До этого он очень, может быть, ярусно говорит о несовершенстве мира, о том, как Господь с ним несправедлив. И тут он говорит «Смотрите, смотрите, вы мне говорите какие-то общие слова, а мне очень плохо. Вас за это Господь осудит, потому что есть мой заступник». Третью речь второго цикла произносит Софар из Наамы. Я напомню, что там три цикла, и подряд они говорят «Элифас», «Билдад» и «Цофар». Очевидно, по старшинству Софар самый младший. Ну и он наименее интересен, пожалуй, «Элифас». Самые яркие речи произносят от Софар. Он уже в прошлую речь выслушал Билдада, что вот все будет плохо с нечестивцем. И он повторяет абсолютно то же самое. Вот люди любят говорить одни и те же вещи. Люди любят ходить с троем, когда это с троем кажется безопасным. Вот их тезис «С нечестивцем все будет плохо», подразумевающий, значит, «Иов, с тобой все плохо, ты нечестивец». Вот здесь это тоже проявится. Так отвечал Софар Знамы. «Не дает мне молчать моя тревога, понуждает меня забота. Я слышу обидные упреки, это дух, которого я не понимаю». Да, не понимаешь. Но вот если не понимаешь, надо попробовать понять. А Софар пытается это все вместить в какую-то заранее готовую схему. Разве не знаешь ты, что от начала, с тех пор, как поселил он на земле человека, то есть так было всегда и всегда будет, ликование нечестивца ненадолго, радость безбожника лишь на время. Пусть возносится он до небес, головой касаясь облаков, как его собственный кал навеки сгинет. И кто прежде его видел, скажет, где он? Ну да, все умирают, и нечестивцы умирают, это правда. Словно сон он исчезнет бесследно, развеется, как видение ночное. Кто смотрел на него, больше его не встретит, и родные места его больше не увидят. Ну а дальше потомство. Его дети будут унижаться перед нищими, сами раздадут его богатство, и хоть юность от села их цветут, они к нему в землю лягут. Вот это уже похоже на наказание, потому что просто сказать, он умрет, все умрут, а вот детям не перейдет это богатство и слава. И пусть кажется ему сладким зло, что таится у него под языком, что он так бережно лелеет, хранит во рту под самым небом, в его чреве такая пища в яд гадюки обратится. Вот смотрите, он уже, вот не только он, но и предыдущий оратор Билдад обвиняет Иова в неблагочестивых речах. И вот как раз развивается та же самая мысль, только образно очень. Яд гадюки на языке, да, вот все говорит Иов плохо, и этот яд ему будет вот не по вкусу потом. Богатство, что заглотал, отрыгнет. Бог исторгнет богатство из его чрева. Сосет он гадючий яд и убьет его змеиное жало. Ну, фактически это тоже про Иова. То есть богатства он лишился и вот за свои вот богохульные речи. Хотя речи-то у него только теперь пошли. Ну, неважно, он всегда, наверное, так хотел сказать, только помалкивал. Или мы не слышали. Не видать ему потоков водных, рек и ручьев со сливками и медом. Ну, то есть благодатный край такой, где много воды, где прям в реках сливки текут. То есть вот черпай и пей сколько угодно. Лишится он всего, что старательно копит. Не к радости будут ему доходы. Ибо бедных он угнетал и презирал, разорял дома, которых не строил. Вот это он про Иова, что ли? Иов потом будет отрицать такие обвинения. То есть, похоже, он воспринимает это как нападки на себя. Но уж точно это фантазии. Ибо утроба его была ненасытна желания, не знали предела, и ничто не спаслось от его пасти. Потому благополучие его ненадолго. Придет беда средь изобилия и довольства. Все несчастья постигнут его разум. Вот с Иовом так и случилось. Значит, это все-таки скорее про него. Битком набито его брюхо, но падет на него гнев божий. Ливнем на плоть его прольется. Если убежит от железного клинка, медная стрела его достанет. Пронзит, из спины выйдет. И наконечник проткнет пузырь желчный. Вот когда он изведует ужас. То есть, да, все будет еще даже хуже. Тьма таится. Его поджидает. Пожрет его негаснущий огонь. Все спалит, что у него осталось. Небо преступления его откроет. И земля против него восстанет. Исчезнет все, что нажито в его доме, как вода растечется в день гнева. Ну, то есть, день, когда Господь свой гнев проявит. Эта доля нечестивцу от Бога. Таков ему приговор Божий. Ну, вот общие слова. С нечестивцем все будет плохо. С некоторым намеком на Иова. Но Иов в 21 главе все-таки оспорит эти слова и скажет, что неправда. Не так живут нечестивцы. Общая схема, которую дает наш друг, которую дает Суфар из Наамы, на самом деле не соответствует действительности. Да мы и сами это знаем. Если посмотрим вокруг себя, чтобы нечестивец сильно страдал, это совершенно не обязательно. Ну, и как на это ответит Иов, про это следующая, 21 глава.